здравствуйте мои дорогие мастера и мастерицы гости моего канала мои подписчики меня зовут светлана и я вас рада приветствовать на своем канале клубок шоу сегодня мы с вами свяжем очень быстро и легко то ли сарафан то ли тунику то ли топик но футболочку ли я даже не знаю как придумать название поскольку это изделие это изделие можно связать на любой возраст из любой пряжи и любой длины и в зависимости от этого уже будет на вашей малышке новый какая-либо вещь я буду вязать тунику она у меня украшена внизу вот такой бахромой это изделие вяжется почему я и говорю что очень легко и с ним справиться даже начинающие мастерица поскольку связано от горловины сверху вниз столбиками без накида единственным украшением это и это и этого изделия являются вот регланной линии они также вяжутся очень легко тоже это у нас столбики с накидом но в виде галочек у нас они идут и по передней части и идут по задней части я связала изделий с ростком чтобы были было более комфортно носить хотя если вы будете вязать сарафанчиком то есть вырез будет более глубоким необходимости чтобы вывязывать раз то росток у вас отпадет тогда и не будет необходимости чтобы была застежка вот я сделала застежку хотя если например вы будете вязать для маленькой малышки то можно сделать застежку по всей длине также эту застежку можно перенести чтобы она была по передней части если например вы можете также сделать как футболочку у меня вот здесь когда я свяжу на длину на ширину своей кокетки я уже перейду к вывязыванию тела своей своей туники вы можете в конце здесь связать небольшой рукавчик можно ли рукавчиком или каким-то валанчиком поэтому здесь в виде крылышка и тогда у вас будет уже плечо закрыто будет уже можно даже сделать не то что короткий можно и сделать там три четверти рукав можно длинным если вы будете вязать из более на пряжи такой более теплый то это уже будет прекрасный вариант и на прохладное лето или на теплую осень поэтому вариантов множество выбор за вами я единственно хочу хочу показать вам что даже начинающий мастерица может очень быстро и легко связать для своих близких вот такую незаменимую вещь немного о пряжи из которой я вязала поскольку это у меня летний вариант поэтому я и подобрала пряжу это стопроцентный хлопок у меня пряжи идет двух цветов это идет секционного окрашения это пряжа у меня ализе было это было батик и сейчас так в 50 граммах 180 метров 108 стопроцентный хлопок и сейчас скажу какой номер цвета да вот номер цвет 2132 а розовый цвет розовый цвет это уже у меня идет baby cotton стопроцентный хлопок также такой же метраж в 50 граммах 180 метров она ниточка очень быстро вот разбегается поэтому ее закрепила по расходу пряжи у меня ушел целый моточек розовый пряжи и от вот этого моточка у меня вот стал вот такой остаточек но здесь ну грамм 10 наверное поэтому где-то в пределах вот у двух моточков вам хватит это ну где-то значит грамм 100 потому что если это 50 это грамм 40 ну поэтому 90 грамм на вот эту туничку хватит вы можете подобрать вот мне чем нравится слин при секционные пряжи можно в тонн подобрать любую пряжу здесь подойдет и нежно-сиреневые здесь подождет и вот нежно-желтые и здесь вот небольшие такие вот они как-то остались немного сзади вот нежно-голубого цвета поэтому можно подобрать и скомбинировать любые цвета и по поводу крючка я вязал крючком 225 вязала до конца кокетки а затем чтобы у меня было небольшое расширение я к размер крючка поменяла сначала перешла на крючок 222 с половиной потом уже конец вот не спадала я вязала крючком 275 так что вот и все что нам с вами потребуется поэтому приступаем к нашей работе перед началом работы нам с вами надо сделать небольшие расчеты если у вас малышка рядышком вы можете определиться по любому сарафанчику то есть измерить глубину выреза и уже делать такие расчеты но также я вам сказал что этот сарафанчик можно связать на любой возраст и для любого малыша и если малыша где-то не с вами вы привяжите в подарок то у меня в группе есть альбом который называется схемы и узоры к моим мастер-классом вы можете зайти посмотреть те размеры которые вам будут необходимы моем случае я так как вижу на размер 82 86 я посмотрела это обхват шеи 25 сантиметров и мне надо делать не очень глубокий вырез я буду считать следующим образом я 25 сантиметров разделю на наше постоянное число 314 это получается 796 вы можете подставлять уже свои расчеты и как я говорю что вы не он не очень и у меня глубокий то есть вот это 796 или 8 сантиметров будет размер стороны моего квадрата здесь я уже изобразил свою кокеточку и и таким образом на вот это у меня будет страна 8 сантиметров но чтобы было маленечко посвободнее я прибавила каждой стороне по одному сантиметру вы прибавляете а если вам надо вырез поглубже значит цифру побольше можно и полтора сантиметра можно и два сантиметра и так как у меня это четыре стороны нет все надо умножить на четыре таким образом у меня получается здесь 36 сантиметров то есть нам надо с вами перед началом на работа набрать цепочку равную 36 сантиметров я то есть вы можете сразу ее набрать измерить сантиметровой линейкой и уже дальше делать необходимые расчета но я больше мне больше нравится считать по плотности поскольку цепочка начальной может свои размеры менять поэтому я всегда ориентируюсь на плотность я связала образец у меня получается образец 10 столбиков с накидом 5 сантиметров таким образом у меня мне надо набрать 72 столбика с накидом это моя начальная цепочка теперь мы с вами будем считать нам с вами надо из начальной цепочки чтобы узнать сколько петелек приходится на каждую часть вычесть количество регланных линий у меня регланной линию я буду вязать вот по этой схеме у меня получается что на каждую регланную линию приходится по пять воздушных петелек таким образом на 4 регланной линии 20 петелек поэтому я и 72 столбиков с накидом я вычитаю 20 у меня получается 52 52 я делю на 4 части получается 13 столбиков с накидом таким образом у меня 13 столбиков с накидом значит на перед 13 на рукава по 13 на спинку тоже 13 но так как у меня будет сзади разрез поэтому должно быть одинаковое количество и можно прибавить один столбик или вычесть здесь большой роли не играет чтобы было ровное количество у меня будет по шесть по шесть но так как я в конце работы не буду здесь на две это привязывать планочку а на планочку у меня будет сразу же образовываться в процессе работы вот такая у меня будет планочка с двух сторон это здесь разрез она у меня будет состоять из четырех столбиков с накидом значит на каждую каждую деталь спинки мне надо увеличить на 2 на 2 столбика с накидом таким образом у меня по спинке будет здесь по 8 столбиков с накидом с одной стороны и с другой стороны и теперь мы уже с вами начинаем считать наши петельки и у меня получилось 75 столбиков с накидом таким образом моя начальная цепочка должна состоять из 75 воздушных петель я беру свои ниточки и начинаю набирать у меня особенность моего вязания в том что цепочка всегда получается плотнее чем основная работа поэтому я всегда цепочку наборный край я набираю крючком на немного побольше я буду основное полотно вязать крючком 2,25 но цепочку я набираю крючком 2,5 если у вас нет вы вяжете одинаково и набираете с одинаковой плотностью тогда это не надо делать но я вот набираю так и я начинаю набирать моя первая петля и мне надо набрать 75 воздушных петелек я набрала цепочку полностью маркерами уже отметила регланной линии вот свои пять петелек чтобы не легче было вязать вот по пять петелек между маркерами уже перешла на крючок которым я буду вязать дальше и начинаю первый ряд я провязываю две воздушные петли для подъема и в третью петельку от крючка я провязываю первый столбик с накидом и теперь в каждую петельку я провязываю по столбику с накидом до тех пор пока не дойду до маркера который у меня отмечены регланной линии вот я дошла у меня маркером отмечена петелька перед этой петелькой вот в эту воздушную петлю я буду вязать уже по схеме провязывая три столбика с накидом в одну петельку раз два три теперь и главные линии мы тоже я вяжу по схеме для этого я в третью петельку раз два в третью петельку провязываю три столбика с накидом одна воздушная петля и еще три столбика с накидом пропускаю две петли раз два вот у меня последняя петля маркером отмечена и сразу же после маркера воздушную петельку я также провязываю три столбика с накидом раз два три и теперь я буду уже вязать по одному столбику с накидом в каждую петлю основания до следующей регланной линии не дойдя одну петельку вот теперь у меня так получилось что ниточка заканчивается оказалось что с браком мой моточек и я хочу показать меня очень часто спрашивают как я соединяю ниточки вот хочу показать у меня вот петелька я ее распущу чтобы было удобнее вот у меня такой кончик остается и я провязываю делаю накид и начинаю выполнять столбик с накидом я провязываю две петли у меня на крючке две петельки теперь я уже беру новую ниточку новую ниточку и вот складываю ниточки вместе и провязываю две петли теперь кончики я завожу пока наизнанку и продолжаю вязать дальше вот они мои ниточки здесь остались я работу поворачиваю завяжу узелочком свою работу и уже пропущу пропущу когда свяжу еще один ряд уже пропущу эти ниточки вот в эту цепочку и будет совершенно незаметно я продолжаю вязать дальше до конца нашего ряда я довязала ряд до конца работу поворачиваю и продолжаю вязать так же как и первый ряд две петли для подъем две петли для подъема теперь столбики с накидом в предыдущий столбики с накидом предыдущего ряда и вяжу до последней петли как начинается перед тем как начинается рекламная линия последняя петля и в последнюю петлю я также провязываю три столбика с накидом раз два три теперь и главная линия я парочку из одной воздушной петли я завожу крючок и провязываю три столбика с накидом раз два три одна воздушная петля и также еще три столбика с накидом раз два три рекламная линия у меня связана и теперь я продолжаю вязать дальше буду делать прибавление вот в первый столбик я провязываю три столбика с накидом раз два три следующие столбики я провязываю по одному столбику с накидом вот что у меня получается так я довяжу до регланной линии и буду вязать так же как и предыдущие вязала петельки то есть все петли мы провязываем таким образом надо столбиками с накидом предыдущего ряда мы провязываем по одному столбику с накидом когда мы доходим до регланной линии перед регланной линии и после регланной линии мы вяжем по 3 столбика с накидом а регланную линию мы провязываем следующим образом под арочку из одной воздушной петли мы провязываем 3 столбика с накидом одну воздушную петлю, 3 столбика с накидом. И таким образом мы с вами продолжаем вязать на нужную нам с вами высоту нашей кокетки. Я провязала 5 рядов и решила, что соединю свою работу в круг. Таким образом у меня будет вот такая небольшая застежка. Если вы хотите, можете сделать застежку по всей спинке или до талии, или на ширину только кокетки. Я таким образом. Для этого, я как и говорила, что у меня планка 4 петельки. Вы считаете, если у вас планка шире, или вы будете, если вы ее будете привязывать в конце своей работы, то сейчас, если в конце работы, значит вам надо сначала связать планочку, а уже потом соединить свою работу. Но у меня вот она 4 петельки, поэтому я вот считаю 1, 2, 3, 4 крючочек вот таким образом. Это моя работа. И теперь я соединю. Я еще раз. 1, 2, 3, 4. Вот в четвертую. Я соединяю уже свою работу. Вот таким образом. Вяжу 2 воздушные петли для подъема. И теперь вяжу одновременно. 2 плотна. Столбик с накидом. Теперь следующее так же. Вот у меня здесь так получается. И теперь еще 1 столбик. Ниточка расслабляется, поэтому... Вот и все. У меня... А, сейчас я провяжу 2 столбика с накидом, чтобы показать... Так, я провязала. И вот таким образом у меня получилась застежка по спинке. В конце работы я посмотрю и решу, может быть я обвяжу. Или, может быть, и так оставлю. Это все будет уже в конце работы. И теперь я буду уже вязать по кругу. Но даже когда вот я буду вязать по кругу, я буду вязать прямыми и обратными рядами. То есть, я вот сейчас провяжу ряд до конца, соединю его. Затем работу поверну. И уже начну следующий ряд с изнанки. Мне вот такой способ больше нравится. Так, как в этом случае не происходит смещение рисунка. Вот когда вяжете столбиками с накидом, или там просто столбиками без накида, полустолбиками, смещение практически незаметно. Но вот когда вяжем рисунком, то вот это смещение очень заметно. И рисунок получается несимметричным. Поэтому я уже как-то привыкла и всегда вяжу прямыми и обратными рядами. Вы можете вязать, как вам удобно. Можете продолжать свою работу по кругу. И, то есть, продолжаем вязать дальше. Я связала всю кокетку. Я ее связала на ширину плеча. Для моего возраста это около 7 сантиметров. Вот сейчас у меня 7 сантиметров. Или 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 рядов. Теперь я буду вывязывать росток, для того, чтобы линия горловины по спинке была выше, чем линия горловины по переду. Вот таким образом будет это выглядеть в дальнейшем, чтобы было удобно носить. Если вы делаете вырез поглубже, то росток можно и не вывязывать, поскольку будет именно сарафанчиком. Поэтому все зависит от вашего желания. Вот она у меня такая, еще хочу показать. Такая квадратная получилась. Здесь у меня застежка. И теперь по спинке, по спинке, я беру свои ниточки. Я вот ее обрезала, да, обрезала ниточку, потому что мне теперь нужна только спинка. И начинаем вот с регланной линии. Здесь у меня регланная линия и 3 столбика с накидом. Я присоединяю вот под одну воздушную петельку. И вяжу 2 воздушные петли для подъема. И теперь в каждую, в каждый столбик с накидом предыдущего ряда я буду провязать по одному столбику с накидом. И таким образом я дойду до конца спинки. Здесь вот у меня последних 3 столбика с накидом регланной линии. Работу поверну и провяжу еще один ряд. Росток где-то для этого возраста идет 1,5-2 сантиметра. Поэтому мне достаточно двух рядов. Если у ваш ребенок постарше, то надо росток сделать маленько побольше. Около 3 сантиметров. Я связала 2 ряда ростка. И еще один ряд для того, чтобы дойти до проймы. И сейчас я покажу, как все нам объединить в круг. Но предварительно нам надо с вами посчитать количество петелек, которые надо набрать на подрезы. Сейчас надо измерить обхват груди малыша. Или посмотреть по табличке. Мне надо, чтобы обхват груди был где-то 27-28 сантиметров. Я измерила. У меня получается 25 сантиметров. Мне надо 2-3 сантиметра. Я вот прикладываю линеечку. Сейчас я другую лучше. Чтобы было лучше. Вот так 3 сантиметра. Это у меня получается 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 петелек. Значит мне надо набрать с двух сторон по 3 петли. Для этого я провязываю 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И уже перехожу к следующей рекламной линии под воздушную петельку. Мне вот так легче я провязываю. И уже дальше продолжаю вязать в каждый столбик с накидом предыдущего ряда. Так я свяжу петельки переда. Когда дойду до регланной линии, так же доберу 3 петли и соединю в круг. Затем буду уже вязать дальше по кругу. Но буду так же продолжать, как я и говорила, буду вязать прямыми и обратными рядами. И когда дойду до вот этих петелек, которые под мышкой, я в каждую воздушную петельку провяжу по одному столбику с накидом. И у меня уже работа будет продолжаться дальше по кругу. После объединения в круг я провязала еще один ряд пряжей секционного украшения. И теперь уже буду переходить на однотонную пряжу. Вы можете вязать по своему желанию. Можете вязать в полоску или полностью продолжать. Вот белый батик. Как вам, как вы захотите. Я буду вязать пока однотонной пряжей. Посмотрю в процессе. Вероятнее всего сделаю несколько прибавлений, чтобы подол немного расширялся. И уже довяжу до конца свою работу. Я связала весь свой топик. Он у меня получился к низу немного с расширением. Но расширение я делала не прибавляя петельки, а за счет смены номера крючка. Если я начинала вязать крючком 2,25, то после, наверное, 3 или 4 рядов, вот где у меня секционные пряжи, затем я, наверное, провязала 3 или 4 ряда тоже крючком 2,25, затем я перешла на крючок 2,5 и уже нижнюю часть я вязала крючком 2,75. Вот за счет этого получилось небольшое расширение. Поэтому решать вам. Или также можете поменять крючок, или если вы хотите вариант более расширенный, к низу, или вы, например, будете вязать сарафанчик, то можно уже сделать прибавление. И также и прибавление. Прибавление можно делать и в несколько этапов. У вас получится, как говорится, постепенное увеличение к низу подола. А можно сделать, например, сразу же после вязания кокетки, равномерно, там через какое-то определенное количество столбиков, сделать прибавление. И тогда у вас после линии груди будет небольшое прибавление. Также можно, как вариант, можно сделать складочки. Можно сделать, например, складочку по переду, можно сделать несколько складочек. То есть, как видите, вариантов большое количество, и все остается, и выбор остается за вами. После того, как у меня уже все готово, я обвязала край работы столбиками без накида, обвязала и горловину, обвязала один рукавчик, и теперь, если, например, для кого-то затруднительно это получается, я покажу, как выполнять обвязку столбиками без накида. Хотя, здесь ничего сложного, если уж вы связали сам сарафан, то обвязать здесь вообще нет никакой проблемы. Мы закрепляем ниточку подмышкой, чтобы затем более незаметно спрятать наши кончики ниточек. И вот одна воздушная петля для подъема, и начинаем вязать в каждый столбик. Вот у нас с вами здесь, это как раз у меня получился переход, где я вывязывала росток. Значит, ряд. Я в каждый ряд провязываю по 2 столбика без накида. И уже дошла до того места, где у нас с вами заканчивалась кокетка. Здесь, над каждым столбиком с накидом, мы провязываем один столбик без накида. И так у нас с вами будет обвязано. Если я просто для сравнения, то можно и оставить без обвязки. Можно здесь какую-то, например, рюшку привязать. Здесь большое количество тоже поля для вашей фантазии. Ну, я обвяжу край своего рукава и уже покажу, как оформила я низ своей работы. Край своей работы я оформила бахромой. Нарезала ее, ту пряжу, который сикционного окрашивания. Можно, конечно, было сделать и однотонной, но мне почему-то захотелся вот такой вариант. И, то есть, делается она достаточно легко. Вы определяетесь с размером вот этих кисточек и уже делаете заготовочки. Я вот делаю заготовки на какой-то, либо там или открытки, или вот у меня есть визитной карточке какого-то магазина. И просто беру ниточку и наматываю на визитку. Много не надо наматывать, поскольку вот здесь получается очень толстый край, его тяжеловато разрезать. И когда в конечном итоге можно ошибиться и сделать очень много вот этой бахромы. И затем я просто разрезаю вот по одному краю. И у меня получается вот такие ниточки. Можно это по своему желанию в две, в три ниточки, если вы, например, будете вязать из какой-либо пряжи. Все методом проб, попробовать. Я тоже сначала начала вот в три ниточки, сделала небольшой участок. Мне показалось, что это очень толстый край получается. И вот я решила две ниточки. И уже вот эти две ниточки я аккуратненько складываю пополам. Беру крючок и в каждый столбик с накидом последнего ряда и вот так закрепляю. И петелькой. И уже подтягиваю. И вот здесь тоже еще одна. Один у меня. Одна ниточка осталась. Точно так же. Если вдруг получится немного неровно, ничего страшного. на изделии это уже не так заметно. Вот так аккуратненько. Или, если уж вот так вам надо, чтобы все было прям очень-очень ровно, можно в конце работы эти ниточки подстричь. И вот так. Все. Единственное, обратите внимание, если вы начали, например, по кругу, по лицевой стороне делать, значит, делайте по лицевой стороне. поскольку вот этот узелочек, он имеет две стороны. Здесь у нас ниточка вот так идет вот этот узелочек, а с изнаночной стороны как вот такой галочкой. И поэтому, если вы вдруг что-то, например, с одной стороны, с другой стороны, то вот этот край уже не будет таким ровным. Хотя, я на каком-то изделии пробовала, я делала через одну. Один вот узелочек завязывала на лицевую сторону, второй этот узелочек завязывала на изнаночную сторону. И получился вот такой край необычной формы. Поэтому, как еще раз повторюсь, все по вашему желанию. Ну вот на этом мое платьице готово. Я пришила вот еще пуговичку. И теперь можно спокойно одевать эту красоту на вашу малышку. Надеюсь, все было понятно. Если вам нравится или вы что-то, какие-то свяжете изделия по моему мастер-классу, жду вашей работы у меня в группе. Там есть специальный, я создала альбом, он так и называется, ваша работа по моим мастер-классам. Обязательно присылайте. Я с огромным удовольствием рассматриваю эти работы. Также вы вносите столько много новых элементов или каких-то своих вот изюминок в любое изделие. И мастерицы смотрят и с удовольствием тоже повторяют какие-либо детали. Также по возможности когда вы выкладываете в альбом, поскольку возникает очень много вопросов, если вы вяжете из какой-либо другой пряжи, а не из той, из которой я вяжу свой мастер-класс, вы можете, например, написать, какую пряжу вы используете, на какой возраст вы связали и на сколько пряжи ушло. Это будет очень интересно тем мастерицам, которые вяжут для деток возраст, который отличается от того, по которому я создаю свой мастер-класс. Но если, например, вам как-то не до этого, ничего страшного, обязательно присылайте фотографии, я буду очень-очень рада. Делитесь, так что всего вам доброго, легких петелек, до свидания, до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова А.Егорова